Принц Гарри – бунтарь, чувствительная натура, маменькин любимчик и запасной сын для своего отца. Этот рыжеволосый принц с детства доставлял проблемы английскому двору и остаётся для них головной болью по сей день. Принц Гарри – младший сын принцессы Дианы и принца Чарльза, ныне короля Карла Третьего. За что он обижен на отца? Зачем глотал живую золотую рыбку? Почему его называли расистом и как он стал бороться с расизмом после знакомства с женой? О бурной молодости и шокирующих поступках принца вы узнаете в этом видео. Принц Гарри – как запасной принц стал главным бунтарём королевской семьи? Полное имя принца Гарри – Генри Чарльз Альберт Дэвид. Он родился 15 сентября 1984 года в больнице Святой Марии, которая находится в центре Лондона. Мальчик стал вторым сыном принца Чарльза и его жены принцессы Дианы, а также четвёртым из восьми внуков королевы Елизаветы II. Единственный родной брат Гарри – принц Уильям является прямым наследником на британский престол. Сам же Гарри на момент рождения был третьим в очереди, но сейчас уступает место детям брата. Церемонию крещения младшего принца провёл сам архиепископ Кинтерберийский в Виндзорской часовне Святого Кеоргия. Свои ранние годы Гарри проводил в частном детском саду госпожи Майнерс, в котором во времена молодости работала его мама принцесса Диана. С самого детства мальчик славился своенравным, бунтарским и живым характером. Как младший сын он имел намного меньше обязанностей и контроля, нежели его старший брат Уильям. В то же время семья уделяла ему меньше внимания и заботы. Например, по приезду к своей прабабушке, королеве-матери, именно старший брат всегда первым получал угощение, в то время как Гарри должен был наблюдать, ожидая своей очереди. Это сильно возмущало принцессу Диану. Она считала, что дети должны получать равное отношение к себе. Но так как Уильям был престолонаследником, убедить в этом все окружение было невозможно. Поэтому мать сама старалась дать Гарри всю свою любовь. Младший сын был ее любимчиком, которого Диана сильно баловала. Принц Чарльз, наоборот, отдавал предпочтение спокойному и рассудительному Уильяму, а поведение младшего сына его раздражало. Говорят, что на его отношения отчасти повлияли слухи о том, что Гарри не его сын. В желтой прессе много писали о том, кто еще может быть отцом рыжеволосого принца. Несмотря на слухи, маленького принца Гарри очень любила публика и папарацци. Ведь малыш всегда находил, чем удивить окружающих. Он часто показывал язык, улыбался и позировал для журналистов, которые благодаря этому могли продать свои фото намного дороже. Гарри и его старший брат Уильям провели свое детство в Кенсингтонском дворце в Лондоне, а также в резиденции Хайгров в Глостершире. Диана активно участвовала в жизни своих детей и делала все возможное, чтобы у них было обычное детство. Мать возила их в парк Уолта Диснея, они обедали в Макдональдсе и ходили в кино. Членам королевской семьи не полагалось иметь наличные, но принцесса хотела, чтобы ее сыновья понимали ценность денег и позволяла им покупать желаемые в небольшом магазинчике около дома. Также Диана настаивала, чтобы дети с юных лет занимались общественной деятельностью. Сыновья посещали приюты для животных, больницы и всячески помогали нуждающимся. Со временем Гарри начал сопровождать своих родителей на официальных визитах в разные страны. Параллельно он учился в подготовительной школе Уэтерби, после чего поступил в элитную школу Ладгроуф в Бергшире. В 96-м году, когда мальчику было 11 лет, его родители официально развелись. Гарри тяжело переносил скандалы и напряженные отношения в семье. Но и после развода Диана продолжала уделять внимание своим детям. Более того, она даже познакомила Гарри и Уильяма со своим возлюбленным, Доди Альфаедом, взяв их с собой в отпуск. Репортерами были сделаны фото, где Диана со своими сыновьями отдыхает на шикарной яхте вместе со своим избранником. Через несколько месяцев после проведенного в месте отпуска, принц Чарльз сообщил детям, что их мама погибла в автокатастрофе. В то время Гарри исполнилось всего 12 лет. По воспоминаниям парня, отец даже не обнял его, оставив ребенка наедине с бедой. На похоронах Гарри сопровождал Чарльза, своего брата, дедушку и дядю по материнской линии Чарльза Спенсера в пути за похоронным кортежем. Гарри и Уильяму наследовали чуть более 16 миллионов долларов, оставленных Леди Спенсер на их 30-летие. В 2002 году журнал The Times сообщил, что Гарри также разделится своим братом выплату в размере 6 миллионов долларов из трастовых фондов, созданных их прабабушкой, королевой Елизаветой, в день, когда каждому из них исполнится 21 год. Также, как члену королевской семьи на 18-летие, ему был пожалован личный герб, основанный на гербе монарха Соединенного Королевства. После гибели матери поведение Гарри стало еще более взбалмошным. Из-за горя его характер начал портиться, а успеваемость упала. К слову, к тому времени он уже учился в Итонском колледже. Парень с юных лет начал употреблять алкоголь, вызывающий себя вести и пробовал разные запрещенные вещества. Его первой женщиной стала Саша Уолпол, более старшая подруга, с которой он уединился за пабом, сильно напившись в 2001 году. В своих мемуарах он написал, что партнерша была взрослая и опытная женщина. Но в действительности Уолпол была старше всего на два года. Чуть позже принц начал встречаться с Эммой Липят, а через некоторое время его стали замечать в обществе Натали Пингхэм, с которой он даже после расставания продолжал ходить по клубам и общаться. В июне 2003-го Гарри завершил свое образование в Итоне. Он получил хорошие рекомендации, в которых его описывали как замечательного спортсмена, участвовавшего в соревнованиях по полу и регби. Правда, одна из его бывших учительниц, Сара Форсайт, устроила в стране настоящий скандал. Женщина утверждала, что Гарри был слабым учеником и ему так тяжело давалась учеба, что буквально все преподаватели во главе с заведующим кафедрой вынуждены были помогать ему со сдачей экзаменов. Сам принц и другие его учителя с возмущением назвали эти слова клеветой. После колледжа Гарри взял годичный перерыв и отправился путешествовать по миру. Сперва он поехал в Австралию, потом в Аргентину, а затем в Африку, где, посетив страну Лесота, принял решение снять документальный фильм «Забытое королевство», посвященный проблемам СПИДа и детям-сиротам. В этот период у принца были отношения с дочерью биржевого маклера Лорой Джерард Ли. Вскоре они разорвали отношения из-за навязчивой прессы, которая начала следить за семьей девушки. В конце 2004-го Гарри начал встречаться с Челси Дэви. Молодые люди знали друг друга с детства, однако роман начался только когда они встретились в Южной Африке. Девушка родилась в Зимбабве, в семье южноафриканского фермера, занимающегося сафари. Пара начала постоянно появляться вместе в общественных местах. Но подруга не смогла усмирить нрав возлюбленного, и парень продолжал жить разгульной жизнью, попадая в разные скандалы. В 20 лет все журналы пестрили обнаженными фото Гарри, который в компании друзей играл в бильярд на раздевании. А однажды принц не смог сдержаться и бросился на навязчивого фотографа с кулаками. Гарри ненавидел папарацци не только потому, что они вели себя навязчиво и вызывающе, но и так, как считал их виновными в смерти его матери. Из-за этого конфликты с журналистами у принца продолжаются до сих пор. 8 мая 2005 года Гарри поступил в Королевскую военную академию в Санхерсте, где он был известен как офицер-кадет Уэльс. Несмотря на требования семьи вести себя соответственно королевскому статусу, Гарри продолжал кутить и попадать в скандалы. Он глотал на спор живую золотую рыбку, вдыхал веселящий газ из воздушного шарика, ходил раздетый на вечеринках, а его охрана гонялась за зеваками, пытаясь отнимать у них телефоны с компрометирующими снимками. Также принц был замечен в отношениях с актрисой Кесси Саммер и моделью Лорен Поуп. Эти романы происходили в перерывах, когда он расставался со своей основной подругой Челси. Но самый яркий его проступок произошел в 2005 году на праздновании друга Гарри, куда он пришел в костюме со свастикой. Это сразу же появилось на обложках всех газет и возмутило общественность, на что Гарри принес публичные извинения, объяснив, что выбор костюма был необдуманной шуткой, и он не хотел никого оскорбить. 9 апреля 2005 года принц Чарльз женился на Камилле Паркер Боулс. Говорят, Гарри был не рад этому союзу. Известно, что его мать просто ненавидела Камиллу, и ее младший сын всецело преданной матери унаследовал это чувство. При этом публично он оказывал поддержку второй жене своего отца. В 2006 году произошел расистский скандал с участием младшего принца. Одного из своих сослуживцев он назвал сленговым выражением, которое обозначает «пакистанца в оскорбительном ключе». В том же году, во время отдыха со своим старшим братом и бывшей девушкой Натали Пингхэм, Гарри попал на компрометирующие фото с ней, хотя при этом встречался с Челси Дэйви. Похожая история произошла и в стриптиз-баре «Рино Клаб», куда принц отправился вместе с сослуживцами. Хотя обиды его девушка Челси держала при себе, не комментируя чувства репортерам, известно, что за время отношений пара расставалась и сходилась обратно не менее трех раз. В апреле 2006 года Гарри завершил офицерскую подготовку и был назначен корнетом в кавалерийский полк британской армии. Тогда же было объявлено, что в следующем году подразделение парня будет отправлено в Ирак. За этим последовали общественные дебаты о том, следует ли ему служить там, ведь это привлекло бы дополнительное внимание и поставило под угрозу его самого или сослуживцев. В октябре 2006 года Гарри завершил курс подготовки командиров отрядов и вернулся в свой полк в Виндзоре, где ему было поручено командовать отрядом из 11 солдат. В 2006-м принц Гарри вместе с принцем Лесота основал в Африке благотворительную организацию Сент-Эбали, которая помогала сиротам и бедным детям получить доступ к медицинской помощи и образованию. Тогда же Гарри видели в компании очередной подруги Кэрин Эшли Оммани, но у них было всего несколько свиданий. Несмотря на репутацию разгильдяя, принц серьезно относился к военной службе. В начале 2007-го сообщалось, что Гарри прибыл в Канаду, чтобы тренироваться вместе с солдатами канадских вооруженных сил и британской армии. Летом того же года он прошел обучение для подготовки к командировке в Афганистан. Гарри был тайно направлен в качестве диспетчера терминальных атак. Эта информация появилась после того, как немецкая газета Bild и австралийский журнал New Idea опубликовали секретные данные. Гарри пришлось немедленно вывести из боя из-за опасений, что освещение в СМИ поставит под угрозу его безопасность и безопасность однополчан. Военная служба Гарри сделала его первым членом британской королевской семьи, служившим в зоне боевых действий после его дяди принца Эндрю, который летал на вертолетах во время Фолклендской войны. В мае 2008-го его тетя принцесса Анна вручила нашему герою медаль за оперативную службу в Афганистане. А в октябре было объявлено, что Гарри последует за своим братом, отцом и дядей и научится управлять военными вертолетами. Гарри учился в соответствующей школе управления вертолетами на базе королевских ВВС в Шоубери. В начале 2009-го девушка принца Челси опубликовала пост в Фейсбуке, где сообщила, что их отношения с Гарри окончены. После этого принц был замечен с подругой Астрид Харборд, а вскоре его познакомили с Каролайн Флэг, которую он описал как забавную, милую и крутую. По словам Гарри, они некоторое время виделись, прежде чем навязчивая пресса испугала девушку и безнадежно испортила их отношения. В сентябре того же года Гарри снова сошелся с Челси, и они встречались вплоть до лета 2010-го. В дальнейшем девушка рассказывала, что просто не выдержала внимания журналистов. Она призналась, что прожить всю жизнь под прицелом папарацци не готова, поэтому сбежала из Англии в Африку к отцу, полностью разорвав отношения с Гарри. После этого парень закрутил недолгий роман с певицей из Норвегии Камиллы Ромстрэнд. В апреле 2011-го Гарри было присвоено звание капитана корпуса армейской авиации. Чуть позже состоялась свадьба его брата Уильяма с Кейт Миддлтон. Сам Гарри присутствовал на торжестве со своей бывшей девушкой Челси. Общественность уже решила, что пара снова начала встречаться. И именно Челси – будущая невеста принца. Тем более, что девушку хорошо принимала королевская семья. Но после торжественной церемонии Челси уехала обратно в Африку, отказавшись от дальнейших отношений с принцем. Парень недолго оставался в одиночестве и начал встречаться с представительницей голубых кровей Флоренс Бруднелл Брюс, которая работала моделью и актрисой. Их роман продлился всего несколько месяцев. Уже в мае Гарри снялся для обложки журнала GQ, который в итоге стал самым продаваемым номером за тот год. Чуть позже в лондонском офисе всемирной брокерской фирмы BGC Partners принц Гарри попробовал себя в роли брокера и установил мировой рекорд, закрыв самую крупную сделку в ходе ежегодных благотворительных торгов на 18 миллиардов евро между британским банком и европейским партнером. В ноябре 2011-го Гарри отправился на аэродром на востоке Англии, чтобы завершить обучение управлению вертолетами. А в сентябре 2012-го парень прибыл на юг Афганистана в составе армейского авиационного корпуса, чтобы начать четырехмесячную боевую службу в качестве второго пилота и стрелка. В декабре британский таблойд сообщил, что управляя вертолетом, принц Гарри уничтожил одного из лидеров движения «Талибан». В Британии принц долгое время жил в Кларенс-хаусе, а после первого королевского тура переехал в однокомнатные апартаменты в Кенсингтонском дворце. Его по-прежнему замечали в обществе моделей, аристократок и актрис. Ему приписывали отношения с певицей Молли Кинг и поп-звездой Элли Голдинг. Но только в 2012-м Гарри начал постоянные отношения с британской танцовщицей, моделью и актрисой Крессидой Бонас, которые продлились два года. Она до знакомства с принцем имела репутацию тусовщицы с аристократическими корнями, а также дружила с принцессой Евгенией, двоюродной сестрой Гарри, которая и познакомила пару. Службу в качестве пилота принц завершил в 2014 году, после чего стал штабистом и занялся организацией армейских церемониалов. По его инициативе начали проводиться международные соревнования бывших военнослужащих, получивших инвалидность, назвав их «Игры непобеждённых». К слову, у Гарри уже был опыт, связанный с соревнованиями, ведь он был официальным послом английской сборной на Олимпиаде и Паралимпийских играх 2012 года. В январе 2014-го Министерство обороны объявило, что Гарри завершил свою службу в 3-м полку армейского авиационного корпуса и вступил в должность штабного офицера в штаб-квартире Лондонского округа. В его обязанности входила помощь в координации важных проектов и памятных мероприятий в Лондоне. В том же году Гарри и Уильям получили наследство своей матери. В него входило её свадебное платье вместе со многими вещами, драгоценностями, письмами и картинами. Интересно, что в то время в Америке вышло реалити-шоу под названием «Я хочу жениться на Гарри», в котором одинокие люди боролись за внимание двойника британского принца. В это же время настоящий Гарри, по слухам, начал встречаться с мисс Эдинбург Камиллой Терлоу. А в 15-м ходили разговоры о его романе с греческой принцессой Марией Олимпией. Также ему приписывали отношения с актрисой Эммой Уотсон. В январе 15-го года сообщалось, что Гарри возьмёт на себя новую роль в поддержке раненых военнослужащих. 17 марта того же года Кенсингтонский дворец объявил, что принц покинет вооружённые силы в июне, что он и сделал. Гарри описал свои 10 лет в армии как самые счастливые времена его жизни. После ухода со службы он активно сотрудничает с вооружёнными силами посредством игр непобеждённых и других официальных мероприятий. В 2016-м наш герой начал отношения с актрисой из Америки Меган Маркл. Первое время пара держала зарождающийся роман в тайне, но осенью того же года журналисты запечатлели их гуляющими вместе по центру Лондона. И эти фото сразу же облетели весь мир. В 17-м году Гарри стал выполнять обязанности генерал-капитана королевской морской пехоты, сменив на этом посту своего дедушку Филиппа, герцога Эдинбургского. Спустя год принц стал послом молодёжи Содружества и адъютантом королевы Елизаветы II. Социологические опросы показывали, принц Гарри в этот период стал наиболее популярным из всех членов королевской семьи, всё больше напоминая британцам свою маму Диану. Личная жизнь принца также заставляла всех обсуждать его. По слухам, королева Британии Елизавета II не была довольна выбором младшего внука, ведь ради короны все наследники королевской семьи должны жениться на себе подобных, а не по зову сердца. Но внук настоял на своём, и 27 ноября стало известно, что принц Гарри и Маркл обручились. 19 мая 1918 года состоялась их свадьба. На торжестве присутствовали члены королевской семьи, знаменитости и простые люди. К алтарю Маркл вёл будущий король Карл III, так как отец девушки не приехал. Пара выбрала для своей свадьбы автомобиль Jaguar E-Type стоимостью более 100 тысяч долларов. На невесте была роскошная тиара из бриллиантов и платины, которая раньше принадлежала королеве Марии Тэкской. Только декор на празднике обошёлся в 186 тысяч долларов. А всего, согласно подсчётам, королевская семья потратила на свадьбу 3 миллиона без учёта стоимости охраны. После торжественной церемонии молодожёным были пожалованы титулы герцога и герцогини Сасэкских. А поселились они в Кенсингтонском дворце. Вскоре стало известно, что Меган Маркл беременна. Первый ребёнок Сасэкских, Арчи Харрисон Маунтбеттен Виндзор, появился 6 мая 1919 года. Тогда семья переехала в коттедж Фрогмар, который находится недалеко от Виндзорского замка. Здание остро нуждалось в капитальном ремонте, и реконструкция обошлась в 3,8 миллиона долларов и включала обновление полов, лестниц, каминов, системы отопления, горячей воды и электричества. В октябре 1919 года Гарри вместе с супругой объявили войну таблоидом, публикующим сведения о каждом их шаге и зачастую критикующим их действия. Они подали иски в суд сразу против трёх изданий. В том же месяце вышел фильм «Гарри и Мега. Африканское путешествие», в котором пара дала откровенное интервью и рассказала о невыносимом прессинге со стороны средств массовой информации. В начале 2020-го супруги сделали официальное заявление о том, что отказываются от королевских обязанностей, при этом сохраняют за собой титул герцога и герцогини Сасэкских. В заявлении также пошла речь о том, что пара планирует перестать пользоваться финансированием из британской казны и будет содержать себя самостоятельно. Новость вызвала ажиотаж у общественности и серьёзно ударила по репутации королевской семьи. Королева Елизавета II экстренно собрала семейный совет, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. А к концу января мир узнал, что она официально лишила титулов «Гарри и его жену». Помимо титула, принц вынужден был отказаться от военного покровительства и потерял звание генерала-капитана королевской морской пехоты, полученной им в 1917 году. После отказа от королевских полномочий, «Гарри и Меган» планировали жить на два дома – в Великобритании и Канаде. Отправившись за океан, они арендовали особняк на острове Ванкувер площадью более чем 3000 квадратных метров за 14 миллионов долларов. Сасекские находились в Канаде недолго, так как их преследовали папарацци, и через несколько месяцев перебрались в США. Первое время они проживали в поместье актёра и режиссёра Тайлера Перри в Беверли-Хиллз стоимостью 18 миллионов. На территории этого шикарного дома на вершине холма площадью более 7 тысяч квадратных метров есть бассейн и теннисный корт. Интересно, что Сасекские не встречались с хозяином недвижимости до того, как он предложил им помощь и обеспечил им круглосуточную охрану. В августе 2020-го герцог и герцогиня обзавелись собственным домом в Монте-Сито, Калифорния стоимостью 14 миллионов. В их доме площадью более 1600 квадратных метров есть 9 спален, 16 ванных комнат, бассейн, теннисный корт, розарий и оливковая роща. На территории также есть чайный домик, гостевой коттедж и курятник со спасёнными птицами с промышленной фермы. Соседями королевской четы стали звёзды шоу-бизнеса первой величины, такие как Опра Уинфри и Ариана Гранде. В октябре того же года официально был запущен сайт, основанный сасекскими благотворительной организацией Арчуэл. Позднее Гарри, как филантропа и основателя фонда, пригласили войти в комиссию Аспенского института по борьбе с дезинформацией. В марте 2021-го Гарри и Меган дали своё скандальное интервью Опре Уинфри. По словам принца, с момента отречения от королевских обязанностей он трижды поговорил с бабушкой Елизаветой II и дважды с отцом, после чего тот перестал выходить на связь, передав предложение излагать любую информацию письменно. По признанию Гарри, он никогда бы не покинул семью, если бы не женился на Меган, но ей было сложно привыкнуть к традициям дворца и хотелось жить своей жизнью. К примеру, Меган и Гарри нарушили давнишнюю традицию отмечать Рождество в обществе королевы, после чего ещё долго слышали недовольство в свой адрес. Всё это давление сказалось на Маркл так сильно, что у неё началась депрессия. Меган призналась, что чувствовала себя в ловушке из-за принудительной изоляции. Ещё одним, расстроившим герцогиню Сасэкскую моментом, был брошенный кем-то из королевской семьи вопрос перед рождением Арчи о том, насколько тёмным будет цвет кожи ребёнка. Меган сочла замечание расистским. В том же разговоре с Опрой Меган открыла секрет, что за три дня до официального свадебного торжества они с женихом провели тайную церемонию для себя. После прекращения поступления финансов Чите пришлось обеспечивать себя самостоятельно, что у них успешно получилось. Пара подписала контракт с американским сервисом Spotify на сумму от 15 до 18 миллионов, обязавшись выпустить подкасты. Но самая прибыльная сделка произошла в сентябре 20-го, когда Нетфликс заключил с Гарри и его женой соглашение о производстве документальных и художественных фильмов, а также детских программ на сумму от 100 до 150 миллионов. Кроме того, у принца есть наследство, оставленное принцессой Дианой. В 2021 году он занял управляющую должность в компании BetRab в калифорнийском стартапе по онлайн-консультациям для поддержания психического здоровья, с которыми он выпустил небольшой рекламный ролик-интервью, где рассказал про важность психологического здоровья. Его зарплата на этой должности не озвучивается, но в калифорнийских компаниях оклад сотрудников на таких позициях может быть шести- или семизначным. 4 июня 2021 года у Гарри и Меган родилась дочь, которую назвали Лилибет Диана. 24 февраля 2022 года, во время вторжения российских войск на территорию Украины, принц Гарри и Меган Маркл опубликовали заявление, что они стоят бок о бок с украинцами и осуждают российскую агрессию. 8 сентября 2022 года Гарри полетел в шотландскую резиденцию королевы на фоне новостей об ухудшении ее состояния здоровья, но, к сожалению, не успел увидеть бабушку. Новость о смерти Елизаветы II он узнал в самолете. На ее похороны Гарри приехал со своей женой, что привлекло внимание общественности, но сразу после церемонии Чита уехала обратно в Америку. В декабре на платформе Netflix был запущен документальный сериал «Гарри и Меган», который в мировых СМИ тут же назвали скандальным и шокирующим. Фильм, начинающийся с воспоминаний о знакомстве, вспыхнувшей большой любви между ними, снова затрагивал темы травли, расизма и агрессии по отношению к двум влюбленным. Говорят, реакция короля Карла III была резкой. Он пригрозил окончательно разорвать отношения с младшим сыном и его женой. Тогда же Гарри снялся в рекламе в рамках эко-компании, но публику больше привлекали грядущие мемуары Принца, написанные совместно с журналистом Джоном Мёррингером. Их публикация в январе 1923 года произвела эффект разорвавшейся бомбы. Название книги Принц объяснил словами своего отца, который при появлении на свет Гарри поблагодарил супругу за то, что у него теперь есть и наследник, и запасной. Книга тут же стала бестселлером. В первый же день было продано почти полтора миллиона копий. Гарри рассказал о многих фактах своей жизни во время военной службы, его зависимости от запрещенных веществ в молодости и многом другом. После выхода мемуаров от Гарри отвернулось большинство британцев, и его рейтинг катастрофически упал. Зато доходы Принца резко возросли, ведь только аванс Сасекского составил 20 миллионов долларов. В марте 1923-го звездная пара крестила дочку. На церемонии присутствовала мать Меган, крестным отцом стал Тайлер Перри. А вот представителей королевской семьи, несмотря на отправленные приглашения, не было. Однако и Лилибет Диане, и ее брату Арчи были пожалованы новые королевские титулы. Принц Арчи Сасекский и принцесса Лилибет Сасекская. Считается, что ответом Карла Третьего на откровение сына стало лишение его резиденции Фрогмор в Великобритании. Это поместье наследник получил от покойной бабушки в качестве свадебного подарка. Тем не менее, в мае 1923-го года Гарри все-таки был приглашен на церемонию коронации своего отца, но приехал туда без супруги. Вскоре после этого таблоиды стали писать о решении Гарри и Меган пожить раздельно. Якобы принц один собрался в поездку в Африку для съемок документального фильма для Нетфликс, а Маркл оставалась в Америке, но слухи не подтвердились и пара до сих пор вместе. Герцог и герцогиня Саскские за последние годы активно работали над созданием и участием во множестве различных проектов, ориентировочный доход от которых равен более чем 135 миллионам, а личный капитал Гарри по оценкам специалистов равен 60. Пара заботится о своей безопасности и, по некоторым данным, на свою охрану тратит около 3 миллионов в год. Также мужчина с ранних лет водит авто и имеет целую коллекцию автомобилей. В его владении есть надежные внедорожники Range Rover стоимостью около 220 тысяч и Land Rover Defender за 145. Также принц является любителем Ауди. В его коллекции есть модель RS6 Avant, которая может разгоняться с нуля до 95 км в час за 3,1 секунды и стоит 125 тысяч долларов, а также Ауди e-tron и e-tron GT по цене 110 и 150 тысяч долларов соответственно. Кроме того, Гарри был замечен в Jaguar F-Type за 175 тысяч и Cadillac Escalade стоимостью 110 тысяч. 2024-й должен быть у Гарри достаточно прибыльным, так как в день своего 40-летия он унаследует 8 миллионов фунтов стерлингов, оставленных королевой-матерью двум братьям. Также у нашего героя запланированы различные проекты и подкасты, на которых эксцентричный принц обязательно вас удивит своими историями. А вы поддерживаете Гарри в решении покинуть королевскую семью и жить своей жизнью? Напишите свое мнение в комментариях.